Закон Харди Вайндерга. Предположим, я решил поставить долговременное современное венги. И как я вам подготовил, какие условия? Выбрал необитаемую островую океану. Там растения есть, насекомые есть, а многопитающиеся птицы нет совсем. И взял, привез туда несколько пар мышек. Перепетим я мыши всех внимательно проверил. Они у меня все ом и зигота по окраске. То есть они только серые, и все они вот такие. Все дела с популяционной генетикой, они еще, как и любая генетика, на самом деле, кубинатуры. В данном случае, ну, их может быть 50, но поскольку мне лень выписывать 50 организмов, я выписываю эти. Хорошо, вот они у меня. Они все помняты. При этом скажите, пожалуйста, может ли произойти мутация именно этого гена у одного из ребят? Может. Может. Допустим, мутировала именно половая генетика. Хорошо. Разошла мутация. Возник новый вариант гена. Как будет называться новый возникший вариант гена? Аллеи. Аллеи. То есть вот те аллеи многочисленные, которые есть у людей, да у любых живых существ, они отходу взялись. Это результаты чего? Это результаты древних мутаций, когда произошел. Был ген. В ходе мутации он дал новый вариант. Вот, пожалуйста, вариант мутантного гена. Подождающее большинство аллеи, рождающихся при мутации, будут 30 сливными. Редко, но бывает, когда свеженький аллеи оказывается доминантным. Завтра вы поймете, в каком случае это бывает. Сегодня мы долгий чин здесь не верим. Сейчас пока просто запомню простую вещь, что, скорее всего, мутантная ледь вытереть силу. Вопрос, внешне вот этот зверь, как он не отличается от всех сторон? Нет, нет. Просто нервы никак не отличаются. А потом и будет. Можно ли, даже зная, что произошла мутация, каким-то образом просчитать, какое изменение она вызовет? Да. Как? Эта мутация строит свой хен? Нет. Пока совершенно никак нельзя. Хочется узнать. Можете спросить? Подождите, у нас это поколение. А сейчас давайте посчитаем. Можно ли посчитать частоту встречаемости данного мутантного аллея? Предложите единицу для просчета такой величины. Один из десяти. А если к, то не десяти, а как? Один из девяти. Один из девяти. Либо один из десяти. Либо, если влети на проценты. Значит, это десять процентов. Десять процентов. Частота встречаемости мутантного аллея – десять процентов. Согласно? Все хорошо. Хорошо. Теперь эти ребята собираются размножаться. У них созревают куловые клетки. Предполагаем, что количество куловых клеток, которые созреют, абсолютно одинаково у всех представителей. Такого на самом деле не бывает. Но у нас это с вами теоретическая модель. Попробуем это допустить. Итак. Две проценты. Будем считать, что каждый зверь от четыре половых клетки. Скажите, вот у этого они будут разные или одинаковые? Одинаково. Совершенно одинаково. И у всех вот этих они будут совершенно одинаковые. Кроме последнего. А у последнего как у вас? Половина. Половина А большого доминантно несущая, а половина и рецессивно несущая. Согласен. Хорошо. Прошло созревание комет, пошло размножение. Если каждый образовал хоть четыре кометы, и ни один сперматозоид не пропал даже, то есть все сперматозоиды встретили всех яйцеклетов, поскольку он собирается в этих коленях. Восемь. 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 Ленин не выписывает пятьдесят значков. Ну да, да, да. Вот три восемь. Двадцать три самцов, двадцать пять. Двадцать три самцов. Два разного двоения. Два разного двоения произошло. Хочется. Теперь у нас в Эпатиме произошло двоение. Слава усы. Хорошо. Так по-русному. А процент встречальности рецессивного гена. Тоже два раза в два. То есть сколько теперь? Два. Ну процент не изменился, просто два. Так вот двоился или не изменился? Два разного. Процент не изменился. Количество носителей увеличилось. Количество носителей увеличилось. Но ведь и количество тех, у кого его нет, тоже возросло в квартал. Поэтому процент-то изменился или нет? Нет. Процент тоже самое. Дин процент. Хорошо. Следующее поколение проходит. Количество еще возросло. А процент изменился или нет? Нет. Нет. Хорошо, еще поколение прошло. Когда-нибудь вот этот процент изменился? Нет. Вот это и есть пример, иллюстрирующий закон Харти-Вайнберга. Закон этот был одновременно открыт двумя разными людьми, совершенно незнакомыми друг с другом. Врачи математики. Работающими абсолютно в разных сферах. Они практически одновременно входят, но мы там уже выходим. Закон Харти-Вайнберга придется последовательно вводить несколько терминов. Иначе для вас формировка закона окажется бессмысленным. Слово «популяция» когда-нибудь слышали? Да, ну типа да. А кто может объяснить, что это такое? Попробовать дать определение популяциям? Что в науке называется популяцией? Мы числи с вами. Это по очереди, Володь, подождите. Сроку на сёски виды. Любая свободность, любой способ, да? Живых? Да, ну, живых. Одного этого же поколения. Одного этого же поколения. Еще больше. Так одного или несколько? Я бы одного или несколько. Такого не бывает в науке никогда. Одного и более. Значение термина… Одного и более. Одного и более, да, славно. Хорошо, тогда это добавление является бессмысленным. Как может быть менее одного поколения? Никак. А это как вот? 0,5 поколения? Или 0,92 поколения? 0,9. 0,9. А не больше, а не больше, а не больше. Просто поколений. Вот, ребята, никакая не популяция уже. Популяция – это крупная группа особей одного вида. Популяция – это крупная группа особей одного вида. из поколения в поколение, живущая на данной территории. Кто знает, как называется территория, занимаемая данной популяцией? Ареал. Живущая на данной территории, ареаля, и размножающаяся преимущественно популяция – это крупная группа особей одного вида. Которая из поколения в поколение живет на данной территории, в скобках ареала, и размножается преимущественно внутри границ своего ареала. Группа себе, приехавшая куда-нибудь летом на Лиску, Лисюбук, Краму, или еще куда-нибудь. Вставляет популяцию? Не вставляет. Нет. А почему нет? Они только этим занимаются. Но почему это не популяция? Может, они только на летом? Потому что они не в своей жизни. Потому что они не в своей жизни. Потому что они не в поколение в поколение, а там люди. Это понятно? Популяция всегда, когда занимается, мимо поколения. Т genre swear movie?